Хочу поделиться своим опытом декорирования стены под кирпич. Я всегда мечтала о кирпичной стене в своей квартире и когда мы наконец получили эту бетонную коробку в 30 метров площадью, решено было мечты исполнять. Как человек пытливый, я для начала изучила все строительные магазины, сайты и форумы в поисках подходящего решения. Готовые плитки кирпичей в большинстве своем выглядели очень грустно, а те, что были пободрее, стоили, как будто мы из цельного кирпича стену возводим. Совершенно не случайно я наткнулась на один интересный способ имитации кирпичной кладки, которым и спешу поделиться. Материалы, которые были использованы на стену в 9 квадратных метров. Грунтовка литра 2, любая 150 рублей. Штукатурка, лучше не пожалеть и взять хорошую, у нас была Кнауф Ротбанд, 2 мешка по 25 килограмм. Скотч малярный, самый узкий, 1,9 сантиметров. На стену ушло 4 скотча, один из которых был успешно сожран лабрапсом. Краска акриловая, лучше тоже взять хорошую, у нас была Маршал, 3 литра. Шкурка. 1. Грунтуем стену. Мы про этот пункт успешно забыли и вспомнили уже когда сделали разметку скотчем, что в принципе не помешало нам в дальнейшем, но доставило некоторые неудобства. 2. Затем нужно сделать. Мы пошли по пути наименьшего сопротивления и не стали вырисовывать каждый кирпич. Размечали только уровень, клеили по уровню скотч, затем снова размечали уровень и так далее. Важно оставлять хвостики скота по краям стены, чтобы потом было за что тянуть. Поперечные же перегородки отметили по размерам на двух нижних рядах, а вверху лепили скотч уже на глаз. 3. Разводим штукатурку по инструкции и наносим ее. Всю стену за один подход не сделать качественно, поэтому делаем по частям. У нас на всю стену ушло 5-6 замесов. Руками в перчатках наносим штукатурку толщиной слоя 3-5 мм. Мы пробовали наносить шпателем, но двумя парами рук вышло быстрее и наносилось интереснее. Кроме того, можно сделать пальцами всякие заковыристые а-ля трещины. Предварительно защитите пол и стены газетами, пленкой, широким малярным скотчем, потому что валиться штукатурные какахи будут без сомнения. 4. Ждем 2-5 минут. В зависимости от того, как густо вы разводили штукатурку, чем гуще, тем меньше ждем и скорее открываем скотч. Важно не передержать штукатурку, если она подсохнет больше, чем нужно. При отрывании скотча будут отходить и частички кирпича, и его край будет рваный. У нас именно так и вышло в одном участке стены, где перекур затянулся. 5. Если силы и желания. И так до тех пор, пока вся стена не будет готова. 6. Даем себе немного. Наша была очень коварной, на следующий день уже была готова к дальнейшей обработке. Затем кирпичики нужно хорошенько отшкурить и избавить от всех острых углов, чтобы впоследствии не рвать об них футболки, лица, души. 7. И вот долгожданный финал. Красим стену. На самом деле это оказалось самым муторным и долгим занятием. Поскольку поверхность кирпичей получилась уж очень замысловатая, приходилось красить их тычковым методом. Плоские кирпичи красить, конечно же, в разы легче. Не знаю, наносит ли акриловую краску при помощи краскопульта, но вероятно он тоже бы облегчил ситуацию. На фото можно заметить мою любимую цифру, как же можно что-то красить и не стать на минутку томом с уэром. 8. Ждем полного. Стоимость такого ремонта, не считая наших трудозатрат, составила 3000 рублей. Закупка же одной только готовой плитки под кирпич обошлась бы в 10000 рублей. Успешного ремонта! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Продолжение следует...